Вот. Это вот такой вот жёлтый мегемод. Я не знаю почему при освещении жёлтого, его видно я не знаю каким вот. Жёлтый фон, жёлтый мегемод абсолютно жёлтый, как бы не яркий, не тёмный, а обычный жёлтый. Цвет слегка притемнённый, вот. Кажется, я не знаю каким цветом. Я попробую вот сейчас фото с телефона вставить, но я не уверен, что оно даст точно такой цвет, как бы мне хотелось передать, потому что тут невозможно навести. Просто жёлтый цвет, он становится каким-то или белым, или вообще мутным, непонятно. Я в общем хотел показать бегемота, но боюсь пошевелить лишний раз в камеру, чтобы показать бегемота, потому что теряется весь смысл бегемота, потому что теряется цвет, становится мутно. Вот это вот какие-то вот такие вот проблемы у этого милого красивого бегемота, поэтому вот покажется, что бегемот какой-то ущербный. Вот это вот такой вот бегемот, у него вот такие красивые глаза, брови, вот такой у него красивый носик, вот. Тут уже жёлтый цвет немного поменялся, я не могу сказать, с чем оно связано, вот. Такие вот красивые у него клыки, вот, кто его зубы видит. Я не знаю, насколько их видно, потому что я этого сам лично не могу понять. Ну вот тут вот зубы, поэтому постараюсь, вот, вот, вот. Пожалуй, вот в таком вот положении зубы видно лучше. Он сам резиновый идиот, у него вот такие вот уши, уши. Я отдельно концентрирую внимание на всём, чтобы это, в общем, потому что иначе будет непонятно, как это. Успелось оно показаться, или просто где-то было мутно, или как оно, вот. Потому что лично, что касается лица, оно почему-то как-то то ли отзвечивает, то ли просто не принимает этот цвет, ну. Как будто темно, но оно на самом деле не темно. Вот такой вот толстенький бегемотик. Толстенький. Вот такая вот у него толстая вот. В общем, спина. Хвост как у свиньи. Вот такой вот. Бесячий. Как у свиньи хвост, поэтому тут, как бы, что-то, правда, не знаю, как сказать по тому, насколько оно есть. Вот хвост. Вот такой вот он сверху. Сверху вот. Немного, вот, показывал с разных ракурсов по тому, как... Лучше, чтобы было видно. Он вот такой вот снизу. У него вот сбоку вот такие вот лапы. Лапы вот у него. Вот такие вот, массивные, мне бы казалось. Но он вот так вот сгибается, вот. Когда он сгибается, он делает вот такие вот звуки, вот. У него пищалка, вот. Я не знаю, почему он так отсвечивает, как будто он мокрый, или что такое, вот. Я не знаю, но на самом деле он чисто жёлтый тут. Не должно ничего отсвечивать. Поэтому, как оно сказать, у него вот тут вот пищалка. Когда его нажимаешь, он вот так вот сжимается, вот. Собственно, когда он сжимается, он издаёт вот такие вот звуки, вот. Сжимается. Всегда долго не могу пока ждать эти звуки, потому что у меня лично от них перепонки в ушах. Начинают. Конечно, камера при записи звука этого не передаст. Какой вот это звук, то от него перепонки в ушах могут. Лопнуть, если долго слушать. Это, наверное, когда атаку делать надо на врага. Вот такой звук надо применять, вот. Думаю, самое оно будет. Вот. Потому что уши могут просто перепонки лопнуть, если длительное количество времени это сводит. Потому что я вот не близко его подношу, и вот это скорее не громко, не громко. Они, то скорее, такие вот тона. Тона вот такие вот звуки. Вот. Что может уши лопнуть. И можно оглохнуть. Поэтому вот, кому понравился бегемот, пишите лайки. Ставьте комментарии. Я вас буду еще не раз удивлять такими вот бегемотами. Сейчас только что показал. Вот еще вот. Центировал, что фон тоже голодный. Ну, почему-то оно притемненно или как-то не воспринимает этот цвет точно. Я извиняюсь. Я извиняюсь. Ну, постараюсь что-нибудь когда-нибудь наладить. Но этот цвет я передать просто честно не могу никак на камеру. Поэтому спасибо всем за просмотр. Был удостоен приятной чести снять вот такого вот бегемота. Поэтому, кому понравилось, пишите лайки, ставьте комментарии. Ваше мнение для меня очень важно. Потому что даже если не передался цвет, не передалось еще что-то в этом бегемоте, он все равно очень-очень-очень достоин вашего внимания. Потому что его милота, его красота, вот это вот то, ради чего стоит смотреть на это бегемота. Поэтому тут мне не жалко вот внимания. Поэтому тут мне внимания как бы не жалко ему уделить. Потому что мне хотелось уделить, я просто не знал вот, как ему цвет правильно сделать, как фон подобрать. Потому что это все свет, цвет, фон, просто качество убивает бегемота. И кажется, что он то ли в каких-то пятнах, то ли вообще некрасивый, то ли что это такое вот. Просто невозможно почему-то рассмотреть просто не получается. Поэтому вот тут, по-настоящему как могу, извините за то, что качество отказывает. Но качество просто на желтом фоне, вот так вот, себя ведет. Поэтому это не моя погрешность, тут как бы. Вот так вот. Спасибо за просмотр, еще раз говорю. Следующий раз буду удивлять еще другими видео. Спасибо за просмотр. Чтобы сейчас кому-то игру. Если твои твои...